Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и Елена Рябинкова, вице-президент Национального фитнес-сообщества. Дорогие друзья, мы по совместительству ещё не просто общественные деятели, как сейчас принято говорить, но и преподаватели, и также возглавляем учебные заведения. Я ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера и преподаватель спортивной медицины. И Елена теперь уже возглавляет не только кафедру фитнес-менеджмента, но и замечательный университет. Как называется ваша должность, Елена? Академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья университета Синергия. Это целый факультет теперь. Ну и за мной сохраняется должность заведующей кафедры менеджмента фитнес-индустрии. Вот, дорогие друзья, конечно, вы видите, в наших должностях и в наших профессиональных интересах много здоровья, много фитнеса. И мы поговорим сегодня об образовании, трендах в образовании в этих сферах. Впереди День знаний, 1 сентября, новый учебный год. Хотя у нас этот учебный год длится, можно сказать, все 12 месяцев. Но, тем не менее, на следующий учебный год нужно сделать определенные акценты, посмотреть, какие тренды существуют, как выбирают студенты сегодня образование. Вот об этом мы поговорим с Еленой. И начнем с того, что давайте обсудим, какие все-таки тренды изменились в образовании, в фитнесе на сегодня, что актуально, как поменялись акценты в образовании. Елен. С большим удовольствием. Ну, вот сейчас, допустим, накануне учебного года на что хочу обратить внимание со своей стороны. Бакалавриат. Программа, тренер в оздоровительном спорте и фитнесе стал заслуживать отдельное внимание у потенциальных наших будущих, возможно, коллег, сотрудников. Стали задавать достаточно глубокие вопросы на входящей группе, а в частности тогда, когда отправляют свои заявки в университет. И интересуют, какая спецификация, что они будут получать непосредственно в процессе обучения. И в большинстве, насколько я понимаю, конечно, заинтересованы в более, так скажем, глубоких знаниях, в более качественных знаниях. Ну, по крайней мере, вот то, что мы видим сейчас на предмет входящего потока по бакалавриату. Да, ведь это выпускники 11 класса. Более того, как видится мне по фитнес-клубе, по тем тенденциям, которые, в принципе, существуют в фитнес-отрасли, большое внимание уделяют персональному тренингу и задают вопросы, каким образом стать персональным именно тренером фитнеса. Вот тут отдельная история. Почему? Потому что приходится разъяснение давать на тему того, что персональным тренером может стать только тогда, когда, во-первых, получат, конечно, высшее образование. И когда тема заходит о том, что персональный тренер это целая профессия, я думаю, что, Елена, вы об этом более интереснее расскажете, подробнее на основе имеющихся исследований зарубежных, то тут в данном случае приходится разъяснять, что персональный тренер должен иметь ряд компетенций, ещё дополнительных сертификатов по различным образовательным программам. Елена, подтвержу то, что действительно студенты стали более осмысленно подходить к выбору профессии, и таких случайных покупок становится всё меньше, и отрадно, что больший процент заканчивает обучение, и какие вопросы, на что обращают внимание сегодня студенты при выборе учебного заведения. Ну, конечно, на то, что какая слава, какая лицензия, какие отзывы, это, безусловно, всё остаётся, но что добавилось, то есть студент уже смотрит на учебное заведение, как на то место, где он может или не может продолжать расширять свои компетенции, чтобы там было расширение этих компетенций и повышение квалификации, и переход на более высокие ступени, то есть такая непрерывность образования, вот на это обращают внимание и отмечают, что при выборе это имело место. А второе, на что обращают внимание, ну, как бы лафа-не-лафа, что называется, как принимаются экзамены, и есть ли очное общение с преподавателем, и не только онлайн-экзамены, но и очное преподавание и очное общение сегодня это абсолютная ценность, многие это подтверждают. Ну и третий момент, на что обращают внимание, что создается ли свое фитнес-сообщество, как поддерживают, есть ли дальнейшая связь с преподавателями, можно ли дальше обращаться, так сказать, и не только повышая свою квалификацию, но и консультируясь, если приходят какие-то, например, сложные клиенты, ну, по крайней мере, в нашем колледже такие возможности есть, и все преподаватели всегда оставляют свои контакты для связей, для консультаций наших выпускников, но и много других аспектов, то есть обращают внимание студенты не только на саму программу, это безусловно, наличие лицензии, сертификатов всевозможных и так далее, но и вот на эти качественные показатели вы совершенно правы, когда говорите о том, что вот бакалавриат наши выпускники 11 классов уже так вдумчиво подходят к профессии, что действительно очень глубоко задают вопросы прямо вот еще до поступления. Но второе, на что я бы хотела обратить внимание наших слушателей и соглашусь тоже с тем, что выделяется отдельная профессия, как персональный тренинг, персональный тренер и персональный тренинг как отдельный вид физической культуры, отдельный вид физической активности. Есть оздоровительные, есть групповые тренировки, есть подготовка спортсменов высокого класса. Но вот наконец-то, наконец-то через 30 лет, уже даже более чем 30 лет приходит осмысление вот этой профессии персонального тренинга. это вообще другое. Ну и наверное третье, что я бы отметила сегодня в особенностях в подходах к образованию, то, что интересует наших потенциальных абитуриентов, все понимают, что нужно соединить три вещи. Тренировку, питание, психология. То есть раньше подходили, конечно, все понимали, что психология важна, но Елен, вот как по твоему опыту все-таки основной акцент был на тренировке. Мало кто соединял тренировки с питанием. Да, дополню. Еще что важно, поскольку все-таки молодежь сейчас уже привыкла к различным маркетинговым стратегиям, еще что важно, очень важно это мотивационная система. То есть какую мотивационную систему поступает допустим в наш вуз, на факультет или допустим начиная учиться на факультете, какая дальше мотивационная система, поддерживающая различные бонусы, выгодные условия для дальнейшего обучения, тоже является важным аспектом. Это дополнил к вышесказанному. Все, что касается непосредственно обучения по программе персональный тренер, то еще есть один важный аспект. Задают очень конкретный вопрос. Я становлюсь тренером только в персональном тренажерном зале или только в студии групповых программ? То есть сейчас стали смотреть на персональный тренер именно как профессию, как на возможность быть представителем таким и тренером таким, который может тренировать любого абсолютно клиента, заинтересованного в том или ином виде тренинга. Более того, не то, что даже заинтересованного. Все-таки у нас классический жанр сложилось. Тренеры тренажерного зала работают в тренажерном зале. Тренеры групповых программ работают в групповых программах. Но более стали продвинутые в этом вопросе молодые наши кадры и стали говорить о том, что мы хотим быть тренером и групповых программ, и тренажерного зала. не разделяют по зонированию, а хотят иметь всеобъемлющую такую квалификацию, которая им позволит быть тренером на любой территории, в любой зоне фитнес-клуба. Да, соглашусь с тобой. И плюс еще все-таки клиенты задают такие задачи, что все-таки скучно многим заниматься только в тренажерном зале, и, конечно, хочется разнообразия. И тренеры начали понимать, что это разнообразие они могут предоставить сами, зачем отдавать своих клиентов, можно же их потерять, поэтому, конечно, расширяют компетенции. И для самого такого спортивного бодибилдера ничего не стоит провести миофициальный релиз, провести силовые аэробико-силовые классы, там, фитнес, боксерский фитнес и другие программы. То есть вот да, это расширяет, но а все-таки давай заглянем в историю, вот подходы к образованию, они были в основном заточены на тренировке, вот согласись, мало кто соединял даже тренировку с питанием. И вот наш анализ показывает, что досрочное прекращение тренировок в фитнес-клубе это не соединили тренировку с питанием, непонятно, что делать, нет видимых результатов, и вот это было причиной. Но все-таки не так давно появилась вот эта тенденция соединить тренировку с питанием, но попытки с моей точки зрения пока еще очень малоочисленны. вот но сейчас появилась вот такая триединая задача. Есть понимание, что какие угодно мы можем составить самые вообще инновационные программы тренировок, самые выверенные программы питания, но все останется на бумаге или в компьютере. То есть чтобы это все воплотилось, должна быть психология здоровья, психология поведения. И вот этот момент он добавляется, потому что надо вот все, что мы научили наших тренеров, надо все это в жизни воплотить. И вот это воплощение оно буксует, потому что люди не находят мотивации для продолжения занятий. И вот этот момент психологии здоровья, там можно по-разному говорить, коучинг здоровья, психология поведения и так далее. Вот эти поведенческие все технологии, они, конечно, сегодня приходят в фитнес, и как это менять, это теперь уже задача тренера. А как вы строите, вот как ты думаешь, какие аспекты психологии стоит затронуть при образовании тренеров помимо поведения? Изменение поведения клиентов. Мне кажется, что это изменение прежде всего, вот на мой взгляд, изменение психологии поведения клиента в зависимости от изменений его состояния здоровья, особенно биологических, как говорится, часов, то есть в зависимости от возраста. Как мы бы крутили или не крутили, но тем не менее можно делить там на миллениалов, иксов и так далее, и так далее. Можно делить там по системе селингер, треугольники, квадраты, прямоугольники и так далее. Можно по Майерл Брикс делать это сенсорики, этики, эрудиты, иррационалы, иррационалы. Можно находить массу различных книг по психологии, но никуда не денешь физиологию от состояния того или иного субъекта, или нашего клиента в том или ином возрастном цензе. И это очень сильно влияет. У человека меняется психология в зависимости от его физического состояния, от его возможности быть функциональным в естественной жизни, быть ресурсным, активным в течение всего дня, плюс ко всему к этому соединение, скажем, его графика жизни рабочего, его биологических часов, имеется в виду те, которые направлены на подъем и ложиться спать, там, у жаворонакона или сова и так далее, и так далее. И все это имеет место быть и в том числе и вкусовые всевозможные привычки. Поэтому, на мой взгляд, тут вектор, наверное, не в одной психологии зависит психология, а психология физическое состояние плюс психология или поведение и психоэмоциональное состояние клиента в зависимости от возрастных особенностей. Лен, абсолютно с тобой согласна, это важно, но я еще немножко другое имела в виду, что понятно, что психология здоровья, мы добавим это в образовательные программы, но еще что можно добавить, мне кажется, вполне себе просится психология работа с мотивациями и работа на достижение успеха, то есть готовность к успеху, то есть вопросов психологии для тренеров добавляется много. Что касается физиологических особенностей, базовые дисциплины никто не отменял, это анатомия, физиология, биохимия, биомеханика и, конечно, физиология в том числе в возрастном аспекте. Мне сейчас не очень понятно то, что так муссируется тема, как теория поколений, все все понимают, как что продать в зависимости от того, какого возраста приходит клиент, то есть кому лучше продать с электронными платежами, кому все-таки предоставить более широкие возможности, как с кем поговорить, кому смс-ку послать, как говорится, кого мотивировать звонком личным, то есть в зависимости от возраста маркетологи это уже все проработали, понятно, как продать, то есть опять все крутится вокруг денег, ну что называется, мы опять продали, ну с другим подходом, ну и дальше, что с этим клиентом делать, у всех будут разные задачи, то есть нет такого, что в подходе подойдет единая какая-то программа под всех клиентов, и вот здесь мне кажется образование просится такое, чтобы было дополнение физиология и подходы к тренировкам в возрастном аспекте, вот это важно, потому что в каждое десятилетие физиологически человек решает свои задачи, в какое-то десятилетие начинается память ухудшаться, в какое-то снижается гормональный фон, в какие-то годы начинает выходить кальций из костей и уменьшаться плотность костей, и на это существуют эффекты тренировочные, вот этот вопрос еще по-моему не затрагивался и он лежит на повестке дня, то есть вот в теорию поколений я бы, конечно, кроме продаж добавила именно физиологические аспекты, вот ты правильно все сказала, но опять же это требуется запрос, а клиенты такого даже не знают, то есть мне кажется, что вопросы социальной рекламы, о которой мы с тобой говорили, они просятся тоже, чтобы информировать людей о возможностях фиднеса. Вот тут-то как раз-таки и должна быть мотивация по задачам, вот как замотивировать клиента, как в нужный момент, вот она психология мотивации, как в нужный момент женщине, которая хочет снизить вес, например, она имеет там больше 10 килограммов лишнего веса, как можно ей в нужный момент правильно и очень качественно дать какие-то такие наставления, которые окрылят ее, которые заставят ее идти за тренером, потому что не случайно те женщины, которые имеют лишний вес, особенно старше 35 лет, например, это масса комплексов, это масса нюансов, связанных с какими-либо переживаниями и многое-многое другое, их не всегда даже можно заставить в зал выйти, для них легче опуститься в бассейн и спрятаться под толщами воды для того, чтобы никто не видел их фигуру, причем они это делают таким раз-два-три, тремя прыжками, незаметными, поэтому тут зависимость от задачи клиента, его возрастных особенностей и, естественно, тут же влияние тех или иных психологических триггеров, а они есть в любом возрасте и при любых гендерных особенностях, точно так же, как мужчина, который имеет большой живот и не может, извините, просто завязать шнурки, то есть тут нужно действовать настолько точечно и давать какие-то именно такие правильные мотивационные программы, которые будут позволять в зависимости от задачи клиента действовать очень правильно в соответствии с коммуникацией с ним, именно тренера. Ну, наверное, более глубокие, более глубокие, более качественные знания, более глубокие, более качественные. Лен, ну, насчет гендеров я бы так поостереглась, потому что мы еще в обучении не говорили про харассмит, он тоже к нам подкрался незаметно. Есть, да. Вот, и больше 50 гендеров насчитывается сейчас, поэтому я бы, так сказать, безотносительно, что называется, вот этих аспектов, все-таки ориентировала тренеров в подготовке учитывать, главное, учитывать все-таки возрастные физиологические особенности, состояние здоровья, и сейчас мы подходим к еще одному очень важному аспекту, это оздоровительная эффективность, то есть все понимают, что да, физкультура полезна, двигайтесь больше, значит, то столько шагов, то столько шагов и так далее. Ну, товарищи дорогие, а отслеживаться, как отслеживать, что изменилось, что нет, если то, что тратятся деньги, время, ресурсы, не бесполезно, что есть эффективность, вот это тоже ушло. Первоначально, когда фитнес открывался, все-таки были диагностические кабинеты, и понятно, что врачи потом оттуда ушли, нет квалификации, нет практики врачебной и так далее, но сегодня во всем мире это в руках тренеров, то есть вот оздоровительная эффективность, чтобы оценить осанку, экономизацию сердечной деятельности, оценить различные, как меняются качества, силовые, там, выносливость, ну, вообще в целом толерантность к физической нагрузке. Вот эти программы тестирования для эффективности, они во всем мире очень популярны и даже идут как отдельные курсы, и во многих странах входят в первичное образование, но что ты думаешь об этом, в чьих руках должно быть тестирование? Ну, во-первых, конечно, обычный персональный тренер, да, вот без, скажем там, дополнительных каких-то лавр и образования, он должен с легкостью уметь тестировать силу и выносливость мышц, с легкостью, самые простые тесты, они всегда очень доступны, это и гарвардский степ-тест, это и масса других видов, плюс ко всему к этому уметь тестировать гибкость с помощью нескольких самых ключевых основных упражнений, которые определяют гибкость четырёхглавой мышцы бедра, подвздошно-поясничной мышцы, поясничной мышцы, гибкость груди, ну и так далее, и так далее, там буквально четыре упражнения, которые позволяют это сделать, уметь тестировать силу и выносливость брюшной мышцы, да, или брюшного пресса, это тоже очень важный аспект, потому что отсюда мы делаем массу, складываем массу нюансов по состоянию в целом физической формы, ну и в конце концов вот таких вот тестов, их очень много, много разных, силы, гибкость и выносливость сердечно-сосудистой системы. Все-таки за тренером оставим основное тестирование, в компетенции тренера должно быть обязательно, но я еще как спортивный врач не могу не сказать, что все-таки на первое место я бы поставила толерантность к физической нагрузке и экономизацию сердечной деятельности, то есть между тем, что было и тем, что стало в результате какой-то тренировочной программы, понятно, что мы можем с помощью динамометра, спирометра оценить силы, показатели дыхательной объема, показатели экскурсии в грудной клетке и прочее, но в основе, вот меня так учила так называемая старая гвардия, что в основе всегда лежат показатели экономизации, то есть должно быть урежение ЧСС покоя, должно быть увеличение пульсового давления, должно быть уменьшение показателей восстановления после стандартной физической нагрузки, вот ты привела гарвардский степ-тест, но даже если нету ступеньки, ну делайте просто пробу летунову, 20 приседаний, 15-секундный бег в максимально быстром темпе и двухминутный бег 180 шагов в минуту, и никаких даже никакого оборудования специального не требуется для того, чтобы оценить тренировка пошла в плюс или в минус, то есть мы с тобой сейчас еще должны нашим слушателям потенциально и будущим может быть и битуриентам и тем, кто принимает на работу обращали внимание на то не столько как может тренер составить программу, показать те или иные мышцы, ну и дальше что, ну вот он показал эти мышцы, написал самую идеальную программу и что с ней делать, под кого эта программа, то есть нужно оценивать эффективность, годится она этому человеку или не годится и конечно вот эти вопросы экономизации на них очень мало обращают внимание тренеры, но как практика показывает вот это успех основа всего, чтобы дальше можно было прогрессировать с любым видами тренировок. Лен, а скажи, пожалуйста, вот в отношении компетенции тренеров, вот кроме тестирования, мы сказали психологические аспекты, вот такое, что ты думаешь про то, чтобы была готовность к импровизации, вот если говорить о том, чтобы тренер мог предложить программу в любом месте, которая даже не приспособлена ни для какого фитнеса, и раньше это называлось фитнес-аутдор, может быть, так и сохранится, но тем не менее вот для любой среды, в которой оказывается человек, чтобы можно было предложить тренировку. Ну, во-первых, конечно, в данном случае полностью соглашусь с предыдущим сказанным тобой, почему, потому что, на мой взгляд, вообще не только даже вот экономичность, а скорее вообще знание, как, каким образом пользоваться таблицей целевых значений пульса, вот эта вот таблица целевых значений пульса, она должна, мне кажется, быть, ну, просто наизусть выучена, как таблица умножения в школе каждым персональным тренером. Из своей практики, из своего опыта скажу, когда приходят на аттестацию персонал, ну, достаточно большое количество сотрудников просто не владеет, что такое целевые значения пульса, для чего они существуют, и что благодаря этой истории мы можем решить и сделать с клиентом, то есть они не понимают, что такое верхняя граница целевого значения пульса, что такое нижняя, как научить клиента пользоваться этой таблицей, как клиент может контролировать работу своего сердца, а ведь для нас это очень важно, очень важно по многим аспектам, потому что на сегодняшний день мы же понимаем прекрасно, что мы можем что-то не увидеть, а тренировка будет намного эффективнее и опаснее для клиента, нежели чем он способен ее воспринимать, да, то есть по своей нагрузочности. Что касается использования без оборудования, да, или аудор-программы, которые могут быть на воздухе, в данном случае вообще есть такое направление, целое направление, оно за рубежом очень развито, называется экологичный фитнес, который используется с помощью прямо прикладных вещей, камней, палочек деревянных, собственно, самого дерева и разных других абсолютно, да, вокруг нас представленных живых предметов живой природы. Вот это может быть с использованием вот таких тривиальных моментов, да, совершенно простых в процессе тривиальных. Я сейчас быстро скажу, я вообще интересовалась этим вопросом, как развивается этот фитнес вне зала и вообще что можно тут, но со скоростью пожара, вот пишут наши зарубежные коллеги, развивается такой вид, как йога с козлятами, не поверишь. Но и потом агрофитнес тоже набирает обороты, и я думаю, что у нас здесь такое поле непаханное, потому что реально сейчас очень много таких хозяйств, которые делают различную сельскохозяйственную продукцию. Вот фитнес очень популярный, он и в Германии, и в Италии, и в Америке. Вот это направление агрофитнеса, которое сейчас затронуло, это реально получается такой тренд, в общем, развивающийся. Ну, экологичный, экологичный, очень давно начал развиваться. Ну, что касается вообще знаний, я всегда говорю, для хорошего, грамотного, подготовленного, квалифицированного специалиста даже оборудования не нужно, потому что он за 20 минут может знать, как сделать так тренировку, чтобы она была эффективной, она была в пределах разумности и сбалансированности, она будет соответствовать на 100% состоянию физической формы на сегодняшний момент здесь и сейчас клиента, то есть он заблаговременно до тренировки сразу же сделает ряд определенных тестирований, которые ему позволят сделать такой прям скрининг здесь и сейчас и достаточно 20-25 минут для того, чтобы тренировка стала эффективной, 2 квадратных метра, уж простите, не дай бог, как говорится, вспоминать пандемический период, но тем не менее хороший профессионал своего дела, он может использовать любую площадку, даже та площадка, которая не оборудована спортивным оборудованием. Слушай, ну насчет 20 минут и коротких вот таких тренировок, вот не соглашусь, конечно, ничего плохого от этого не будет, когда человек проявляет какую-то физическую активность, но физиологи все-таки подводят нас к мысли о том, что изменения, изменения в организме начинаются после 40-45 минут, и, конечно, вот этот тренд на короткие тренировки, там 10-15 минут, там 20 минут, ну они имеют место быть, но все-таки надо, чтобы люди не заблуждались, что такими короткими тренировками никакой долговременной адаптации достигнуть невозможно, что возможно лежит все-таки более длительный тренировочный процесс, а таких много, хочу вот быстро, быстро, все, там попа как орех за три дня, быстро накачать, быстро скинуть вес, быстро вообще минус 20 килограмм за неделю, еще, ну таких вот быстрых-быстрых людей, и тренеры идут на это, чтобы быстро дать какие-то изменения, со здоровьем, конечно, ничего общего это не имеет, поэтому... Я больше в степени, Леночка, я тут в большей степени вообще как бы так это обобщенно, не потому, что это норма, да, мы знаем даже, что и через 20 минут только жир начинает расщепляться, да, поэтому я просто в общем, в общих таких, скажем, красках. Понятно, что в зависимости от и тренировочного процесса, какой период тренируются, и куча-куча других показателей будет влиять на это, и безусловно, хорошая тренировка, это как минимум 40 минут. Ну, насчет пульсовых зон, что вот мой анализ показал, даже вот если тренер выучил эти пульсовые зоны, но особого толку он нету, если он не знает, что за этим стоит, какие метаболические изменения, как меняется энергообмен и какие ресурсы начинает затрагивать организм. Поэтому вот если бы тренер все-таки учили, кроме этих пульсовых зон, и вообще различных формул расчетных и других инструментов даже, все-таки должна быть какой-то бэкграунд должен быть, чтобы понять, что стоит за этими цифрами. Но образование важно еще и потому, что особенно в сторону медицинского фитнеса, потому что многие люди, страдающие ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, как правило, это вот такая триада еще с остеопорозом, метаболический синдром, принимают бета-блокаторы. И вот пульсовые зоны, они вообще не имеют никакого значения, потому что падает не только давление, но и пульс падает, и уже клиент никакой, он уже все, тут должен быть пульс за 200, а у него 110, не поднимается. То есть, как вести тренировку, как наблюдать за такими клиентами. И вот здесь идет очень важный коучинг, обучение, как прислушиваться к себе, ощущать свой организм, потому что цифры цифрами, гаджеты гаджетами, но обучение, вот есть шкала боли, индекс одышки, там шкала борга, то есть, какие существуют инструменты для того, чтобы можно было оценивать состояние здоровья, и вот эти ощущения, это тоже важно в обучении тренеров. Поэтому вот добавляется такой коучинг здоровья со всех сторон, с моей точки зрения. Тут мы подошли как раз к фитнес-коучу, к такой более расширенной профессии, то есть, от персонального тренера всё-таки мы к такому модному названию, как фитнес-коучу, мы всё-таки подошли. Ну, с моей точки зрения, это не должен быть отдельно взятый курс, потому что если это выделится в какой-то отдельный курс и будет называться просто фитнес-коучинг, он опять будет оторван от питания и от тренировки, и толку от этого никакого не будет. То есть, диетологи учат своё, своему фитнес-тренеру обучаются тренировкам, то есть, опять всё отдельно, это как у Райкина, то есть, ну, костюмчик, так сказать, не сидит, кто-то пришивает пуговицы, претензий к пуговицам нет, нет, всё, пришито крепко, не оторвёшь. Ну и дальше что? То есть, нужно этот костюмчик посадить, и мне кажется, вот отдельно выделенные такие программы по фитнес-коучингу, они будут только вредить, но это моё такое ощущение, потому что опять будет структурировать к получению квалификации персональный тренер вот из основных базовых дисциплин, ещё структурировать, что должно быть включено из программ для того, чтобы тренер, скажем, достиг уже максимальных знаний и для того, чтобы он стал профессионалом своего дела. Может быть, есть смысл сейчас расширить вот эту линейку образовательных программ, которые необходимо обязательно пройти тренеру для того, чтобы подковать себя со всех сторон и быть готовым к занятиям с различным вообще клиентом, разным клиентом, в зависимости от состояния здоровья, его физических качеств и возрастных особенностей. Ну, как ты считаешь, вот можем добавить стандарты, вот этот аспект, который касается психология и поведение. Ну, по крайней мере, эминистрироваться. что как с точки зрения только мотивационных систем, мотивация, мотивация, еще раз мотивация. Ну, посмотрим, как все будет развиваться. Ну, давай сейчас обсудим, знаешь, какие вот ты видишь фитнес-тренды на 2024 год, мы с тобой их немножко обсудили, которые позволят смотреть тренерам, куда расширяться, в какие компетенции, и для тех, кто уже получил образование, что можно получить в плане повышения квалификации? Ну, прежде всего, конечно, хочется быть полезной и полезными нам с тобой управляющим фитнес-клубом, потому что управляя процессами, мы совершенно точно должны понимать, какой специалист нам важен, нужен, необходим, и отсюда и, безусловно, и тренды складываются уже в возрасте. Сейчас управленцы, тогда, когда смотрят на РИЗМ, для них важно основное, имеет ли он высшее образование, не имеет, какой он имеет опыт, высшее образование физкультурное и вообще физкультурное образование, была ли переподготовка, какой у него опыт, и, в общем и в целом, наверное, еще дополнительные какие-то курсы. Вот на мой взгляд обязательно должна быть специфика тренинга женщин, специфика тренинга с особенностями, различными особенностями состояния здоровья и обязательно восстановление организма или, скажем, такой курс репетиционно-восстановительной медицины, направленной на восстановление после различных травм. Мы понимаем прекрасно, что в политической ситуации страны и то количество людей, которые возвращаются к нам обратно, сегодня имеют место быть. И вот такой вот, скажем, вид тренинга, направленный на восстановление в целом организма после всех возможных и невозможных изменений, он обязательно должен быть. Вот такую медицинскую историю, чтобы в медицинскую историю в большей степени уходили наши тренеры. Поэтому тренд в будущем, безусловно, это восстановительные различные программы и координация между классическим фитнесом и медицинским видом тренировочного процесса. То есть медицинским уклоном, наверное, правильно так скажем, с медицинским уклоном. Здорово, если к нам будут идти тренеры, которые, или будут идти люди, которые имеют медицинское образование, плюс дополнительно решили стать, скажем, персональными тренерами, стать тренером в фитнес-клубе. Это замечательно. Поэтому, наверное, управленцам посоветовала брать таких специалистов, которые имеют направление по восстановлению, направление, да, компетентное направление по восстановлению после различных заболеваний и различных травм. Ну, это направление, соглашусь с тобой, всё-таки медицинского фитнеса, реабилитации, ну, где больше имеет аспект профилактики, вот так я бы сказала, потому что, когда мы говорим о реабилитации, то есть уже что-то случилось или заболевание, или травма, или ранение, но мне... Разделим. Что? Я говорю, разделим, разделим пополам. Мне всё-таки кажется, что больше такие люди всё-таки должны пройти медицинскую реабилитацию, если уже что-то случилось и была необходимость восстановления здоровья после заболеваний, травм, операций, ранений и так далее, это начало всё равно... Вот мы опять возвращаемся к вопросу преемственности, преемственности. То есть здесь фитнес уже выступает там четвёртым, пятым этапом, но должен врач порекомендовать. И вот образование врачей всё-таки не позволяет, что называется, так широко рекламировать и продавать услуги фитнеса, ну, точнее, даже не продавать, а просто рекомендовать, просто не знают возможности фитнеса. Вот если бы мы с тобой могли как-то сделать, может быть, какие-то образовательные программы по фитнесу для врачей, это было бы здорово. То есть если можно с этим выйти и для того, чтобы показать вот эффективность тренировок, возможности, преимущества оборудования, всё-таки оно очень широкое, гораздо шире, чем в различных залах лечебной физкультуры. Вот, поэтому мне видится, что всё-таки заболевания, они должны сначала пройти вот такие этапы и потом уже прийти на фитнес. Должен ли становиться тренер таким как бы медицинским, околомедицинским работником? Не думаю. Ну, во-первых, может оттолкнуть очень много людей, которые хорошо бы частично хотя бы, вопрос не дай бог, а то мы тут превратимся вообще не фитнес-клубы, а превратимся в какие-то революционно-восстановительные центры. У них своих дел полно, кстати, с таблицами тоже надо подружиться, потому что я вижу очень и тоже большое внимание сейчас уделяется развитию вот станаторно-курортного такого направления и фитнес там вообще не лишний. Но вот я согласна... Вопрос был бы закрыт, вот вопрос этот был бы закрыт, Леночка, вопрос этот был бы закрыт, и мы просто можем долго на эту тему полемизировать. Был бы закрыт, если с точки зрения Минздрава было распоряжение о том, что все врачи на сегодняшний день обязательно рекомендуют в качестве поддержания, превентивного поддержания или формирования хорошего здоровья обязательно посещение секций спортивных, физкультурно-здоровительных комплексов и так далее. И что всем врачам необходимо пройти там, допустим, ну условно, это вообще в идеале, да, мы ждем, не дождемся других решений, которые никак пока еще вот не сдвинутся с места, идут согласования бесконечные, и мы правим, наши юристы правят различные законодательные акты, которые, ну вот, с трудом, с трудом, ну возможно, мы внедрим, да, связанные, скажем, с как раз-таки восстановлением, репетацией восстановления населения и возможностями использования фитнес-ресурсов, фитнес-отрасли, да, то есть именно отраслевые ресурсы. Это отдельная тема, я даже очень начинаю волноваться по этому поводу, потому что вот на данный момент, например, нас попросили подключить еще там юристов с другой стороны и все то, что мы отправляем, такое ощущение, как будто сказали, делайте, делайте, да, мы делаем, мы работаем, а в итоге пока вот только и есть какие-то изменения. К чему я? Я к тому, что, наверное, если мы программу сделаем для врачей, они, ну как бы, вряд ли об этом узнают, потому что это должен быть хороший маркетинг. А во-вторых, ну большой вопрос станут ли они платить деньги за образование такое, да, точное, то есть вот что рекомендовать там, условно тому или иному пациенту при выписке, они пойдут они учиться. А вот нам надо больше выходить на различные медицинские форумы, нам больше надо выходить в свет с точки зрения позиционирования вытеплений как раз-таки на таких форумах о том, что мы, такая шикарная база, подспорья для них, они многие даже это не воспринимают как база и подспорья, да, которая позволит быстро... Я поддерживаю давай любые форумы, сделаем доклады, вообще стопроцентно хорошие выступления. Лен, ну, значит, сейчас тогда ещё раз обобщим вот этот фрагмент, то есть рекомендуем смотреть в сторону женщин и женского здоровья, восстановления после родов, после кормления грудью, вот, различные программы для женщин вот в таких санзитивных периодах, рекомендуем смотреть, ну, и вообще про женские тренировки, чтобы вы не думали, что это женщина маленький мужчина, и будем тренировать так же, но чуть-чуть поменьше, как вот так многие думают. Второй аспект всё-таки это, значит, различные программы медицинского фитнеса, и вот 90% заболеваний, которые приходят клиенты в клуб, если они отмечают какие-то заболевания, ну, что тут, не надо расширяться до полной медицинской энциклопедии, но остановиться на атеросклерозе, на различных заболеваниях метаболических, мы уже об этом говорили, сахарный диабет, метаболический синдром, остеопороз, различные нарушения осанки и заболевания суставов и так далее, мы с тобой говорили об этом в предыдущем эфире, не будем повторяться, но в целом, то есть понимание сути основных болезней, с которыми приходит тренер, которыми приходят клиенты к тренеру, что с такими клиентами делать, как тестировать, как сопровождать, как общаться с врачом, это очень важно, ну и программы психологического здоровья, но я бы здесь знаю, что еще дополнила, вот тренировки, которые направлены на восстановление, различные восточные практики, дыхательные гимнастики, различные, это может быть миофасциальный релиз, стретчинг, тренировки в подвесных системах и так далее, то есть то, что может помочь восстановлению в различных аспектах, вот мне кажется, это такой тренд, который показывает, что есть запрос, то есть люди приходят на фитнес восстановиться, и вот программы тренировок, которые направлены не на тренировку силы, быстроты, ловкости, выносливости, а именно на восстановительные процессы, вот это такой комплекс, он в общем-то сейчас в лидерах. Вот я бы отдельно внимание уделила все-таки сахарному диабету. Сегодня, Елена, сколько у нас по статистике статистика заболевания, носителей этого заболевания? Ну, официальная статистика, как говорится, гуляет, потому что не все становятся на учёт, и по оценкам различных школ диабетики, различных кафедр эндокринологии на разных форумах, все говорят о том, что 9-10 миллионов вот только в нашей стране. Это тот, который мы можем тренировать, или там смешано все в кучу? Нет, все могут, нет, ну почему, и первый, второй тип, мы можем тренировать, контроль, так сказать, может быть контроль разный, безусловно, но противопоказаний нет, люди не в реанимации находятся, поэтому... во всём мире тренируют таких людей, у нас, мне кажется, вот таких программ нет отдельно по тренировке людей с сахарным диабетом, отдельно, целый курс. у нас как раз вот этот курс всё-таки появился в медицинском фитнесе, мы сделали отдельный блок, который привлён сахарному диабету, но здесь ещё вопрос такой, что сахарный диабет, безусловно, как тебе сказать, он требует очень большого подхода, потому что это не то, это безусловно, это не фитнес, один ничего не сделает, это, конечно, совместная работа с врачом-эндокринологом, и ещё надо понимать, что сахарный диабет сам по себе тоже один не бывает, он крайне редко, это будет всегда сопровождаться как правило, точнее, не всегда, но гипертоническая болезнь, остеопороз и какие-то другие коморбидные состояния, то есть те, которые, значит, возникли вместе или по причине этого состояния, то есть эти больные, они непростые, то есть так и одной физкультурой, как говорится, сахар не снизишь, и понятно, что нужно знать, что контролировать и какие тренировки давать. В основном врачи рекомендуют ходьбу, скандинавскую ходьбу, забывая о том, что с ожирением это... Северную, Северную, Леночка, северную теплость. Северную ходьбу, да, что наоборот, забывая, что, так сказать, только будет гиперлордоз усугубляться, и что, если говорить о кардио, то таким больше будет показан горизонтальный велосипед, но никак не ходьба. Но, тем не менее, я вижу в рекомендациях ходьба. Вот ходите 10 тысяч шагов в день с ожирением, с гиперлордозом, с артрозом, со всем, с чем, что у вас вы заработали, ходите. Ну и люди ходят 2-3 недели, кто сколько выдерживает, получают обострение всех этих заболеваний, толку никакого. То есть очень персонализированная тренировка для таких клиентов нужна. И как раз вот образование в сфере, о которой ты затронула, медицинского фитнеса, оно показывает алгоритм принятия решения и по коррекции тренировок, питания, в зависимости от того, с каким коморбидным состоянием клиент пришел. То есть так вот выражено, чтобы человек заработал что-то одно, и с этим пришел такого, ну, крайне редко можно встретить. Вот. Ну, в отличие сегодняшнего поколения, на что обратить? Леночка, мне кажется, на что еще нам нужно обратить внимание? Это вред гаджетов, насколько сильно влияет это на сегодняшнюю молодежь в целом, да, и это очевидно, допустим, это остеохондрозы шейного отдела, это, мы говорили в прошлом, кстати, эфире, да, и формирование горба, вдовьево, семейшинный позвонок, который становится в виде бугорка, это головные боли постоянно, это, в конце концов, большое количество времени в согнутом положении, а значит, изменение осанки и так далее, и так далее. Вот, может быть, есть мысль в том числе об этом нам с тобой поговорить? Ну, насчет гаджетов тут тоже я бы разделила, то есть, первый аспект обучения тренеров, чтобы эти гаджеты обратить в пользу, то есть, как можно с помощью гаджетов мотивировать клиента, что наблюдать, что не наблюдать, что перепроверять и так далее, а потом, сейчас гаджеты такие, что, так сказать, ну, поставил еду на телефон, и те уже выдали там и калорийность, и вес, там, и все, все, что хочешь. Вот, поэтому гаджеты, конечно, приносят пользу, и с помощью них можно мотивировать, контролировать, но, конечно, есть потери креативности, потери управления временем, а вот эти медицинские вещи, о которых ты сказала, они сильно преувеличены, и мы сейчас делаем курс, он скоро выйдет уже, программа, нейрофитнес, фитнес и фитнес при неврологических различных заболеваниях, и как раз будем рассматривать вот и по жалобам, и по отделам центральной, эфирической, вегетативной, нервной системы, какие существуют заболевания, из-за чего это происходит, и какие виды фитнеса можно рекомендовать. Поэтому вот эти изменения в голове по причине гаджетов, конечно, в общем-то, оказались преувеличенными, но, безусловно, какое-то влияние это оказывает, но это очень большой аспект, конечно, и поведения, и образа жизни, то есть голова просто так, от того, что читает человек телефон, она не заболит, она заболит по многим и в том числе психологическим причинам, и каких-то унижений, и различных забот, и стрессов, и так далее, и так далее. То есть всё в совокупности будет иметь вот такой выход в виде боли. Но что касается, конечно, осанки, вот больше даже сегодня отмечают вред на изменение осанки, которое влияет на изменение воздухообмена, газообмена в лёгких и повышение респираторных заболеваний, вот по причине нарушения осанки, вот даже больше в этом вред, и как раз профилактика, вот работа с осанкой будет хорошей профилактикой, в том числе и различных респираторных инфекций. Поэтому, видишь, такие куда ни тронь, всё будет иметь очень такие многогранные такие влияния, и выходы, тоже не один выход на каждое. В общем, стрейт, гибкости, все программы на дыхание, они по-прежнему у нас остаются актуальными и важными в расписании любого фитнес-клуба, и это здорово, и всевозможные мефициальные релизы, это важно, и, наверное, в принципе, пока у нас каких-то новинок не наблюдается как в расписании, так и в целом, наверное, по внедрению, хотя посмотрим. Но что касается, там, скажем, сентября и введения в такой, я всегда говорю, введения в такой более осознанный уже стабильный подход нового расписания, который называется осеннее, мы всегда же, да, мы всегда немножко сокращаем количество уроков в летний период, это низкий сезон для бизнеса, не совсем комфортно большое количество иметь уроков в данный период, и вступает в работу силу осеннее расписание, поэтому вот тут мы уже поговорили о том, что важно, чтобы было в расписании с одной стороны, да, и в то же время какие компетенции необходимые и к чему готовиться и тренерскому составу, и в целом, каким образом смотреть на свою профессиональную такую образовательную составляющую и квалификацию. Ну, мои рекомендации для составления таких сеток, в общем-то, после большого перерыва не надо сразу людей загонять в какие-то суперинтенсивные тренировки, то есть надо восстановиться, надо продышаться, надо, чтобы человек обратно почувствовал зал и прелесть, и удовольствие от этих тренировок, поэтому, конечно, начать следует с таких восстановительных программ, и постепенно уже наращивать эту интенсивность. Но еще насчет того, на что обращают внимание работодатели, если ты не против, давай вернемся, потому что ну, хорошо, что ты сказал. Потому что 1 сентября отступают правила оказания физкультурно-здоровительной услуги, да, и это очень важно. Мы немножко затронем, но помимо высшего образования все-таки перед подготовкой имеет значение, и высшее образование соглашусь с тобой как общая культура, общее образование, и уровень образования, то есть работодатели смотрят на вообще в принципе наличие общего образования. Скажи, пожалуйста, вот с профпереподготовкой меня тоже часто студенты спрашивают, в чем преимущество, вот, если человек просто персональный тренер, и персональный тренер на 250-280 часов, вот, как бы ты ответила, что если есть такая профпереподготовка, а не просто специальность персонального тренера? Ну, дело в том, что существуют профессиональные стандарты, и эти профессиональные стандарты, они уже внедрены, и в любом профессиональном стандарте требуется определенной компетенции. Тут нужно смотреть, конечно, и сайт СПК, это САВИТ ПРОФОНОЛЬНОЕ квалификации, это нужно смотреть, какие выбирают для себя стандарты сами, например, наши специалисты, в том числе, но в целом по компетенциям важно иметь, если у человека нет высшего образования, важно иметь при подготовке курса. То есть, просто, если ты имеешь техническое или там юридическое образование, но при этом прошел курс профессиональный тренер, или прошел повышение квалификации по различным программам, то получается, что силу и вес такое образование не имеет. А в силу того, то такая большая дырка, как отсутствие высшего физкультурного или среднего физкультурного образования. Поэтому тут надо смотреть, каждый отдельный случай, это отдельная история, но то, что высшее физкультурное и отсутствующее и курсы при подготовке тут нужны, это однозначно. Лен, спасибо. А скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, такие аспекты, как soft skills, мы об этом тоже с тобой в прошлый раз немного говорили, где человек может, ну, как сегодня, вот ты думаешь, будет оцениваться соотношение soft skills, hard skills и soft skills, какие будут топовые такие скиллы, если можно так сказать, для тренера, на что следует обратить внимание, внимание? Ну, мне кажется, что это уже смешанный такой вариант, да, мы уже перешли, наверное, от одной градации к другой, и совершенно точно это должно быть место такое среднее, усредненное, потому что если мы говорим только о hard, то этого мало, да, о soft, это очень хорошо, но большой вопрос применения, и насколько я понимаю, и мы вроде с тобой этот вопрос тоже поднимали обсуждали, что нечто среднее должно быть, да, то есть нечто среднее в понимании тех или иных компетенций, вот средний подход, который на грани между hard и между soft там. Ну, 50 на 50, скажем так, все-таки, да, но я бы сейчас добавила, что очень обращают внимание, вот мой опрос некоторых владельцев залов, кто сейчас нанимает персонал, обращает внимание на умение работать с конфликтами, вот, soft skills, что человек, ну, может, так сказать, ну, во-первых, не допускать, конечно, до конфликтов, но и вот добавляется такой навык ещё как умение работать с конфликтами, то есть конфликтология на повестку дня выходит. Ну, это же soft skills, вот для меня это больше soft skills, он более такой, скажем, наверное, действительно очень проактивный и гибкий. Ну, люди приходят тревожные, не все приходят здоровые, не все приходят в полном понимании, в каком здоровье они пришли, то есть мы тоже это много раз поднимали, что они пришли оздоравливаться, но не знают, какое у них давление, какой пульс, сколько калорий они в день едят, какие у них потребления, там уже не говорю, белка на килограмм массы тела, глюкозу натощак никто не мерил вообще десятилетиями. То есть мне представляется, что очень хорошая такая золотая ниша для тренеров, чтобы получить своих новых клиентов, вот выступать с такими бесплатными образовательными программами для какого населения, это может быть и какие-то предприятия, это какие-то фирмы, это может быть собственный ресурс какой-то, но вот то, что мы должны эту миссию выполнить, это сто процентов, потому что, чтобы люди все-таки задумались, которые приходят на фитнес, в каком состоянии они приходят, что именно они хотят улучшать. Но еще такой важный момент, что улучшать здоровье, конечно, здоровый человек не придет, чего ему улучшать, то есть тоже вот такая палка о двух концах, что называется, получается. И вот второй аспект, это польза фитнеса в концепции антиэйдж, долголетия, в концепции качества жизни, то есть вот такие две больших лекционных программы я бы могла рекомендовать тренерам, и мы максимально стараемся в нашем курсе, даже первичном курсе инструкторов по фитнесу давать вот такие основы для того, чтобы они могли монетизировать эти знания и уже сами читать лекции. И тут, конечно, нужно обязательно выходить управленцем с новыми наполнениями услуг по корпоративному фитнесу, а в частности коммуницировать и взаимодействовать с руководителями компаний, крупных компаний и фирм, для того, чтобы специалисты того или иного клуба могли сети клубов прийти в ту или иную организацию, опять же, для того, чтобы процветить их в направлении тех качеств, которые важно им сохранить при условиях их труда, что им нужно тренировать, и тут вот как раз таки это та плоскость развития корпоративного спорта, которая на стыке между фитнес-отраслью и различными компаниями и корпорациями может иметь место быть более глубокая, опять же, широкая. А что, опять, как бы ты порекомендовала обратиться к такому руководителю, к какой-то крупной компании, что может тренер чем заинтересовать? Тут пакетные условия, пакетные условия на потечение фитнес-клуба, это пакетные условия на проведение производственной зарядки, это пакет, в который в себя включают ряд специализированных лекториев, которые уже проводятся непосредственно на производстве или непосредственно на территории компании. Помимо, опять же, таких развлекаловок или тимбилдинга, типа, как там, какие-то эстафеты и здоровья, помимо, допустим, там, каких-то кроссов и так далее, и так далее, потому что ряд предприятий, есть ряд предприятий продвинутых, есть только начинающие, смотрящие в эту сторону, поэтому просто наполнить пакет услуг корпоративного фитнеса, внести ряд лекториев, которые будут затронуты непосредственно по теме и специфике труда, их последствий, любой труд, это, как мы говорим, хоть труд, это наша жизнь, но, тем не менее, любой труд несет за собой определенные изменения и состояние организма, что бы мы ни делали, стоят люди, сидят, или занимаются. Это бесплатные такие опции, да, и зарядка, и... Они могут быть... Нет, это не бесплатные опции, это платные опции, это опции, которые пакетом покупает организация или компания, либо они одну из опций выделяют. Тут развитие корпоративного фитнеса имеет место быть, обязательно внести, внести. Спасибо. Ну, это очень хорошее такое предложение для... Я надеюсь, что у тебя это в обучении так более широко представлено, какие возможности для корпоративного фитнеса. Ну, а переходя все-таки к нашим индивидуальным потребителям, ну, что мне хочется еще добавить, что все-таки главное, не забывали, что главное — это человек, что не будет никогда унифицированных каких-то программ, которые можно как кальку взять и посадить какую-то тренировочную программу на конкретного человека. все очень индивидуально. И вот в этом и заключается в том числе персональный тренинг, с которого мы начали, и как раз можем, так сказать, в завершении нашего разговора об этом сказать. Вот перспективы для персонального тренинга, Елена, какие видишь? Ну, я вижу следующее. Во-первых, с 1 сентября вводятся правила оказания физкультурно-здоровительных услуги. Они важны, они нужны, потому что на территории России мы имеем сегодня 8601 фитнес-клуб. В составе этого количественного показателя достаточно большое количество многофункциональных, крупных, огромных комплексов физкультурно-здоровительных. Конечно, студийный формат туда же входит. И тут нужно отметить, что теперь персональный тренер, помимо того, что он персональный тренер, он должен владеть четко, конкретно всеми правилами техники безопасности, которые необходимы в соблюдении клиентом в процессе занятия. Начиная от и до. Поскольку теперь управленцы должны внимание обращать на ту информацию, которую публикат на клубе, и если там идет публикация, например, об тех или иных услугах, и даже если мы в соцсетях, например, написали, что вот такую-то клубную карту вы можете приобрести сегодня по выгодной стоимости, например, за 35 тысяч рублей, в которую будет включено то-то, то обязательно любая рекламная кампания, которая запубличена в социальных сетях, она должна соответствовать и договору. То есть расхождение между стоимостью и опциями ни в коем случае не должно быть. Теперь вся информация должна быть четкая, понятная, конкретизированная, и клиент должен больше получать информацию о культурно-здравительной услуге, что он получит в конечном счете, какие он услуги получит. Это нужно больше прописывать, четко более прописывать и в договоре, и, естественно, представлять, и говорить каждому. Технику безопасности про технику безопасности журнал безопасности. Журнал безопасности. Каждый фитнес-клуб должен вести. В частности, должна стоять личная подпись клиента о том, кто он ознакомился с техникой безопасности занятий в тренажерном зале и поставил свою подпись. В данном случае, на мой взгляд, самый-самый оптимальный вариант, как это можно использовать, это в договор сделать приложение. С приложением внести все правила техники безопасности посещения тренажерного зала, студий групповых программ, бассейна, бань, саун и так далее, и так далее. Всех видов услуг, чтобы спокойно, не торопясь, клиент мог познакомиться как во время приобретения вообще приобретения клубной карты, так в том числе, чтобы как настольная книга для него в том числе была она и эта история в будущем. И, то есть, наверное, такие приложения должны быть к договору в виде дальнейшего использования в протокол журнала, как протокольная история. одноразовые тренировки, когда клиент шел, шел, захотел потренироваться, чтобы ему прочитать, это час нужно потратить, то есть час, который он хотел... захотел потренироваться, во-первых, ну, не все клубы имеют разовые занятия, хотя, опять же, очень хороший вопрос, регионы на это заточены, потому что в регионах все-таки там человек может прийти, купить разовые занятия и вообще покупать разовые занятия, а не оплачивать, скажем, клубную карту или абонемент на месяц себе, поэтому здесь, в данном случае, важно понять, что заводится журнал, так не случайно, да, вот именно тогда журнал и будет место быть, в котором будет нанесена фамилия, имя, паспортные данные клиента и непосредственно будет стоять живая подпись. На мой взгляд, я уже давала комментарии с ним, на мой взгляд, век цифры и тогда, когда все переходят на различные более удобные и комфортные коммуникации, в будущем эти правила нужно вносить, будет дополнение, все-таки находить другие формы, которые позволят, например, использовать электронную подпись клиента, возможно, еще какие-то вариации, предложение какое-то специальное, в котором будет только исключительно вся история по безопасности. Тут нужно смотреть и стать формой. Электронных покупок много. Ну, в общем, это такое новшество, на которое следует обратить внимание, но здесь еще хочу сказать, то есть должно быть все-таки двухстороннее движение, то, что вот сейчас я не увидела в законе, то есть и обучение тренеров все-таки оказанию обязательно обучение до врачебной медицинской помощи. Вот наши зарубежные мы можем не только не медицинской, а до врачебной помощи. Это до врачебная, до врачебной, неотложная помощь. Вот наши зарубежные коллеги имеют это как обязательную опцию, но это делают у них не учебные заведения, а сдается, ну, в большинстве стран сдается вместе с документами сертификат о том, что потенциальный будущий человек прошел вот такое обучение, и оно действительно там где-то два года, где-то может быть больше, но и потом все равно его нужно обновлять. И, кстати, вот европейская комиссия Европа Актив, они расширяют компетенции тренера по оказанию такой до врачебной помощи, и прохождение этих повышений квалификации обязательно, но у нас, к сожалению, в обязательном программе этого нет, что странно, потому что на заре фитнеса в 90-х годах это было, и вот первые наши учебные планы они как раз содержали. Мы поддерживаем, потому что все-таки фитнес, особенно в малых городах, не всегда тебе может доехать неотложная помощь, квалифицированная в течение получаса. Есть правило единицы, первая минута, первый час, первые сутки, и, конечно, от того, как будет оказана помощь, это очень важно. Сейчас много клиентов тренируются на голодный желудок рано утром, вот сердечные приступы, много кто идет сразу на кроссфит, и вот эти прыжки на тумбочке спрыгивания обратно, разрывы сухожилий в обуви особенно неподготовленные, ну и так далее, что тебе говорить, даже сотрясение мозга в бассейне тоже бывает довольно часто, мы сейчас это видим, когда на спине как бы головой в бортик, плавая на спине, приходит головой в бортик бассейна, вот, то есть, в принципе, вот я бы, конечно, если ты будешь иметь такую возможность, добавила вот в опции еще в программу компетенций тренеров и вот оказания таких оказания первой доброчебной помощи, первой доброчебной помощи, потому что клиент может расписаться за любую технику безопасности, ну и что, ну вот он расписался, но мы имеем с техникой всякое может быть, поэтому, конечно, это важно. Лен, ну мы с тобой много чего обсудили сегодня, я думаю, вопросы интересные, мы будем благодарны слушателям и зрителям за вопросы, что бы вам хотелось обсудить в образовании фитнесе, в трендах в образовании, ну и пожелаем, наверное, уже по традиции, что пожелаем? Пожелаем, я думаю, что пожелаем, чтобы все фитнес-клубы с радостью и удовольствием зашли в новый фитнес-сезон с интересными программами, интересным расписанием, пожелаем, чтобы физкультурно-здоровительные правила были только исключительно во благо развития фитнес-отрасли, а не являлись каким-то инструментом штрафных санкций. Я искренне верю, что взаимодействие с государством, с бизнесом, взаимодействие фитнеса со всеми внутри, так скажем, отраслью физкультурно-здоровительной огромной, с фоками и так далее, это лишь только развитие. Поэтому пожелаем развития, пожелаем хорошего старта в новом сезоне, пожелаем больше клиентов, ну и качественных, квалифицированных кадров, чтобы больше обучалось, приходило учиться, отправляйте обучать их с первого сентября, с начала учебного года. Ну а мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы вы были довольны. старше. Спасибо большое. Ну я что, абсолютно присоединяюсь и со своей стороны могу добавить, чтобы всегда было развитие, что все остановился, значит, ну как бы бизнес закончился. Поэтому даже небольшой бизнес, который вы организуете как персональный тренер, индивидуальный предприниматель, самозанятый, любые абсолютно формы, сколько бы клиентов у вас не было, нужно развиваться в профессии, в том деле, которую выбрали. И для этого развития мы работаем и предлагаем уже каждый год новые интересные программы, смотрите на них и абсолютно всем здоровья и хорошего нового и учебного года и старта в продаж фитнесе уже на осень. Спасибо всем. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо.